Сегодня хотелось бы поговорить про новую MMORPG, глобальный выход, который я по каким-то причинам решил прозевать. Всё, конечно же, из-за того, что жанр умирает, и рассказать в роликах совершенно не о чем. Ну а если серьёзно, то, видимо, я был слишком занят, разбираясь с многочисленными убийцами Genshin Impact. Тем не менее, это не значит, что мы вообще должны игнорировать новую MMORPG, которая, как это сейчас водится, кроссплатформенная, анимешная, а ещё до кучи предлагает игрокам в себе подзаработать. Итак, давайте посмотрим, что это за Нина Куни Кроссворлдс такая. И для справки, если вам больше по душе текстовая версия, ссылку на неё можно найти в описании к этому видео. Не забываем подписываться на канал, меня зовут Мадлер, это портал GoHaru, и мы начинаем. Цифровой магазин для геймеров Diffmark предлагает консольные игры по выгодным ценам. На Marketplace торгуют лучшими новинками продавцы со всего мира. Выбирай самое выгодное предложение, ассортимент постоянно обновляется. Ты можешь купить продукт по ещё более низкой стоимости, если воспользуешься акционными предложениями и бонусными программами. Удобный интерфейс, огромная вариативность способов оплаты, быстрые и простые покупки в пару кликов – вот такие возможности предлагает торговая площадка. Проходи регистрацию, используя свой аккаунт в соцсетях, это очень удобно. В случае необходимости можно легко изменить валюту и язык, просмотреть информацию об игре, сделать предзаказ и так далее. Особо обращаем внимание на гарантию 30 дней на все товары. Заказывай на Diffmark по ссылке в описании. Я, как вы, наверное, знаете, совершенно не силён во всей этой анимешной движухе, но вообще не был удивлён тому, что и здесь не обошлось без предыстории. Да, Нинакуни Crossworlds образовалась не на пустом месте, более того, первоисточник Нинакуни Dominion of the Dark Djinn заимела в своё время немало фанатов по всему миру. Было это, правда, довольно давно, 12 лет назад, когда вышеупомянутая игра, фэнтезийная RPG, вышла сразу для Nintendo DS, потом на PlayStation 3 с улучшениями и под заголовком Wrath of the White Witch, а потом и на ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Последнее, к слову, произошло не настолько давно, 3 года назад. Тогда же, собственно, вышло и продолжение, Revenant Kingdom. В общем, интерес к игре определённо сохранялся, а вишенкой на торте всегда выступал узнаваемый многими поклонниками жанра визуальный стиль от студии Гибли. Поэтому совершенно неудивительно, что игрой заинтересовалась корейская NetMarvel, быстренько соорудившая кроссплатформенную MMORPG Нинакуни Crossworlds, о глобальной версии которой мы сегодня и поговорим в нашем ролике. При этом, как вы, наверное, догадались, существует не только глобальная версия. Игра уже год вполне прилично себя чувствует в азиатском регионе, заработав 100 миллионов за 11 дней после релиза. Ну а относительно недавно, как я уже упоминал, Нинакуни Crossworlds стала доступна геймерам из США и Европы, в том числе и у нас. Если вы являетесь поклонником аниме, вам категорически стоит поиграть в Нинакуни Crossworlds хотя бы просто ради вышеупомянутого визуального стиля. Да, ребята из студии Гибли не стали нарушать традицию и в очередной раз отлично поработали над катсценами, придав MMORPG узнаваемости и горсть изюма. Кроме того, в качестве движка используется старый добрый Unreal Engine 4, так что с визуальной точки зрения, если вам подобное нравится, вообще не прикопаться. Причем как на мобильных устройствах, так и на ПК. Магия Гибли в деле, и эта магия определенно работает. С точки зрения сюжета, что называется, без изысков, но вполне в духе. В духе так называемого Исикай, это такой анимешный аналог попаданцев. В Нинакуни в этом плане все по классике, есть некий бета-тестер VRMMO Soul Divers, который вдруг понимает, что никакая это не VRMMO, а реальный, пусть и фэнтезийный мир. Дальше помощь юной королеве, драконы, злобное зло, доброе добро и героический герой, который все поборет и всех спасет. Ничего сверхъестественного, но в то же время довольно добротно. Правда, до этого еще нужно добраться. Для чего, разумеется, придется создать персонажа, а для этого, в свою очередь, необходимо определиться с тем, на какой платформе вы будете играть. Ну это условно говоря, потому что на самом деле выбора нет. Даже если вы решите играть на ПК через Netmarble Launcher, без мобильного приложения ничего не выйдет. Так что, по сути, Нинакуни Кроссворлдс это самое что ни на есть мобильное MMORPG с возможностью запустить ее еще и на ПК. Классов в игре 5, Инженер-Сокрушитель, Мечник, Ведьма и Плут. Редактор персонажа позволяет поиграться с настройками внешности, но не слишком в этом преуспевает. Кроме того, как бы вы ни старались, на выходе все равно получится условный ребенок. Даже если этот ребенок бородат. Это, насколько я понял, не бака фича такая. И вот уже после всего этого нас пустят в игру, где с самого начала начнут погружать в процесс. Как это водится обстоятельно, постепенно и за ручку. Что на самом деле совершенно не лишнее, поскольку всевозможных окошек и меню в игре порядочное количество. Мир игры довольно обширный и, как это сейчас принято, открытый. В наличии столицы, где в основном и тусуются игроки, а также система быстрого перемещения с возможностью быстрого перемещения практически в любую точку мира. Время сэкономите, однако если хотите по старинке, ножками или на маунте, тоже никаких проблем. Боевая система не представляет из себя чего-то сверхъестественного. Автоатака, три базовых прокачиваемых способности, плюс три вспомогательных и пассивных на выбор, заряжаемая ульта и три фамильяра со специализациями на атаку, защиту или поддержку. Последних можно как приобрести в магазине, так и высидеть из яиц в игре. Причем фамильяры, равно как и экипировка персонажа, разумеется прокачиваемые. И разумеется, во всем этом вам очень сильно поможет внутриигровой магазин. Но обо всем по порядку. В плане активности все довольно стандартно. Есть мейнквестовая цепочка, сайдквесты, дейлики куда же без них, всевозможные испытания, подземелья, дуэли, пвп как на аренах, так и в открытом мире. И некоторые мирные активности, типа той же фермы или крафтинга. Крафтить, к слову, в игре можно оружие, доспехи и ювелирку. Правда, происходит это в лучших традициях гачи, по совершеннейшему рандому. И еще один момент, который кому-то придется по душе, ну а кто-то просто взвоит и начнет рвать на себе волосы. Повальнейшая автоматизация всего и вся. Да, играть в Нинакуни Кроссворлдс можно вообще ни разу не напрягаясь, просто время от времени тыкая одну кнопку. Единственное исключение, конечно же, пвп. Здесь как раз таки придется ручками. Более того, автоматизация всего и вся ушла настолько далеко, что в игре даже предусмотрен так называемый режим ИИ, который позволяет на несколько часов в день оставлять персонажа рядом с мобами, где он будет их тоннами уничтожать вообще без присмотра. Что, как по мне, в игре, которая предполагает вывод внутриигровой валюты в Реала, выглядит... довольно странно, если не сказать больше. И вот здесь мы подходим к нашему любимому пункту. Монетизация. Как и в подавляющем большинстве условно-бесплатных игр, внутриигровой магазин Нинакуни Кроссворлдс предоставляет очень широкие возможности по облегчению себе жизни посредством вливания кровно заработанных. Да, хоть игра на начальных этапах, как это принято, и заваливает игрока всевозможными акциями, промокодами и прочими халявами, в конечном итоге все сводится к бесконечным байтам на покупку. То есть вас как бы подкармливают время от времени подачками, чтобы вы могли заценить, как круто играть с донатными ништяками. Но глобальная цель, конечно же, развести пользователя на внутриигровую транзакцию. Можно, наверное, попробовать играть в режиме «я всего добьюсь сам», но что-то мне подсказывает, что пропасть между игроком с донатом и игроком без доната будет слишком уж явной. А еще игра предлагает попробовать в себе заработать. Причем касается это только глобальной версии продукта, куда была добавлена специальная валюта – Террит. Валюта эта крайне важна, поскольку требуется как для создания оружия и брони, так и для их улучшения, в том числе и для прокачки фамильяров. При этом имеется возможность ее валюту обменивать на криптовалюту через жетон НКТ и наоборот. Разумеется, столь щедрое предложение тут же спровоцировало, чтобы вы подумали… Правильно, появление целой кучи желающих озолотиться не очень-то предусмотренными игрой способами. Да, боты, боты и еще раз боты. Бич любой игры, где можно каким бы то ни было образом выформить себе копеечку-другую. Не миновала чаша сия и Нина Куни Кроссворлдс. Более того, из-за засилья ботов рядовые геймеры периодически вынуждены стоять в очередях, прежде чем попасть в игру. Но выход есть. Проблему со входом можно решить просто приобретя так называемый Дейлис Адвенчурер Пасс, тем самым избавив себя от очередей. Как говорится, все, что нужно знать о монетизации Нина Куни Кроссворлдс. Тем не менее, нельзя сказать, что разработчики вообще пустили все на самотек. Так, недавно вышло обновление, которое разделило весь Террит в игре на два типа. Привязанные, которые можно получить за выполнение заданий, в том числе ежедневных и в рамках событий, и потратить лишь в игре, без конвертации в НКТ. И непривязанные, которые в свою очередь добываются на полях хаоса и в приключениях фамильяров, и вот он как раз таки пригоден для вывода из игры. Но и себя при этом разработчики не забыли. Параллельно с этим стала доступна новинка под названием ароматизатор Террит, которая повышает шанс выпадения Террита на полях хаоса на 700%. Справедливости ради, один раз в день это можно залутать бесплатно во внутриигровом магазине. Ну а дальше за денежки. В итоге, Нинакуни Кроссворлдс выглядит довольно странно. С одной стороны, это довольно неплохая MMORPG, которая звезд с неба не хватает, но способна увлечь и доставить удовольствие. Особенно, что называется, если вы в теме, и не шарахаетесь от автоматизации игрового процесса. С другой, совершенно очевидно, что глобальная версия проекта заточена исключительно на бабло. Причем под видом того, что зарабатываете вы, зарабатывают на вас. Возможность вывода внутриигровой валюты в реал выглядит, как по мне, этакой затравочкой. И опять же, как по мне, не нужно вооружаться калькулятором, чтобы понять, что конечные цифры будут явно не в пользу вашего заработка. Хотя я совсем не эксперт в этом вопросе. Возможно, если с ног до головы обмазаться ботами и 24 на 7 все это дело эксплуатировать, заработать и получится. Что ж, если у вас есть опыт подобного рода геймплея, можете смело поделиться им в комментариях, прямо в цифрах. Будет интересно почитать. Народ, напоминаю, не забывайте заглядывать в описание и закрепленный комментарий. Помимо клевого цифрового магазина и таймкодов, там можно обнаружить не менее клевые футболки, худи и свитшоты с нашим уникальным дизайном. Если вы любите ММО и РПГ так же, как его любим мы, обзавестись таким эквипом вы просто обязаны. Ну и традиционно не забываем поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару, еще услышемся. Спасибо.